Если хотите увидеть, как надо приготовить вкусный творожный кулич на Пасху, досмотрите ролик до конца. Раскрою все секреты идеальных кулича. Здравствуйте, друзья! Вы находитесь на канале Ароматы Кавказа. Скоро Пасха, друзья! Сегодня я вас хочу научить, как приготовить вкусный кулич. Этот рецепт мне научили в Италии. Сейчас я хочу поделиться с вами. Рецепт очень простой и легкое приготовление. Тесто готовится на основе творога. Сюда берем, друзья, сейчас 4 целых яиц и 3 желтка, чтобы получился хороший бисквит. Теперь будем взбивать яйца, потихонечку будем добавлять 320 грамм сахара. Творог нам понадобится 5% обязательно, потому что я пробовал много раз приготовить. Меньше процентное, больше процентности. Не то получается, надо брать 5%. 600 грамм. Как уже в начале ролика я вам сказал, рецепт мне научили, друзья, в Италии. Один знаменитый шеф-повар мне учил, когда я там путешествовал. Привез и тесто уже в Грузии готовлю. Друзья, пока яйца взбиваются, нарежем сухофрукты. Здесь у меня чернослив и курага, друзья. Смесьте изюмом. Замочить в коньяке. Секрет раскрою для моих зрителей. Коньяк помогает куличу остаться на много времени свежим и мягким внутри. Запомните. Когда будем взбивать яйца, потихонечку будем добавлять 320 грамм сахара. И сейчас как с сухофруктом, друзья, добавлю изюм. Изюм. И это все я залью коньяком. Армянским коньяком обязательно. Вот так. Пусть это все вот так настаивается. Вот здесь пусть настаивается. И продолжаем взбивать яйца. Сейчас должны растопить масло, друзья, наполовину, чтобы масло было мягким. 200 граммов на 7 яйца делаю. Вы можете приготовить полпорции или двойной порции. Рецепт, точный граммаж всего кулича, будет внизу в описании. Читайте, друзья. Готовлю сегодня творожный кулич. На моем канале есть ролик, где я готовил дрожжевое тесто, дрожжевой кулич. Приготовление дрожжевого кулича длится очень много времени нужно. Меним часов 5-6. Там я готовил уже глазурь белый, глазурь шоколадный оформлял. Можете переходить, посмотреть. Даже я готовил кулич 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 называется, завернутый. Режется пополам, заворачивается, очень вкусно и красиво. Переходите, смотрите. Сегодня, как я уже сказал, хочу научить простой, быстрый, вкусный рецепт кулича, ароматный. Сейчас в тесто добавляем 30 граммов разрыхлителя, пол чайной ложки соды. Где сода, друзья, туда должны сейчас добавить лимон, чтобы пенька получилась с содой вместе. Покрутить обязательно. Пасхальный кулич – символ самого Иисуса Христа. В кулич должны обязательно добавлять изюм, сухофрукты, орехи. Орехи не буду сегодня добавлять. И пока готовила моя бабушка, готовит мама, и я готовлю. Всегда добавляем освеженную соль и воду, друзья. Обязательно. Даже сейчас я снимаю в телевизионном программе «Кулинарная битва», «Битва кухонь» так называется. Уже в топ-10 я нахожусь. Там тоже во время съемок, там жюри сидит, все сидят, смотрят во время съемок. Достаю, добавляю 2-3 капельки воду освеженную. Сейчас добавляем цедру апельсина, друзья, для аромата. Так, снимай. Сейчас сюда должны добавить, друзья, ваниль. Я использую вот такой ваниль от компании «Котани». Натуральный бурбонный, стручковый. Вы можете использовать любой ваниль, но ваниль должно в десерте быть все хорошим. Я такой ваниль буду использовать. Этот кусок я не выкидываю, его спрячу. Сейчас перемешаю сахар, и у меня получится ванильный сахар. Добавляем сюда кончиком ложки куркуму. Правильно, друзья, куркуму для цвета. Куркума для цвета. Добавляем по вкусу уже корицу для аромата. Это приправы, друзья, добавляем по вкусу. Кому как. Если кто-то любит больше аромата корицы, добавьте больше корицу. Добавляем мускатный орех. Вы можете не добавить мускатный орех, это зависит от вас. Ну, апельсиновая цедра, ваниль и корица надо добавлять. И чуть-чуть кардамона для аромата большего. Все приправы, которые я сейчас сюда добавил, я считаю, что надо их обязательно добавлять, потому что вкус кулича в этих приправах. Пасха всегда меня поменяет эти ароматы. Аромат корицы, цедры, апельсина. Но на ваше усмотрение, еще раз предговариваю вам, от этого теста не испортится. Можете добавлять по вашему вкусу. Смотрите, черные точечки шивотести, вы видите, друзья, это ваниль. Бурбоновый ваниль, очень вкусный, хороший, ароматный. Но, еще раз повторюсь, не обязательно брать бурбоновый ваниль. Берите, простой ваниль, но хороший, потому что вкус блюда, вообще десерта, зависит от ванили, если ваниль есть внутри. Сейчас добавляем сюда 200 граммов растопленного масла, сливочного масла. Вот так. Пусть сейчас хорошо перемещается. Добавим, друзья, творог. Сейчас добавляем творог. Сейчас хорошо должны покрутить, чтобы творог раскрылся в тесте. Сейчас добавляем, друзья, муку по одной столовой ложке. И перемешиваем. Лучше вообще перемешивать рукой. Но, крутим на самом медленном оборотах. Все. Поменяли, друзья, венчик от миксера на вот такую насадку, чтобы лучше взбивалось тесто. Добавляем остаток муки, что остался. И покрутим дальше. Добавляем горсочку цукатов. Это тоже, друзья, на ваше усмотрение. Вот так, хватит. И покрутим. Вот такая форма старинная, друзья, от которой мне достался от моей прабабушки. В этом барашке будем выпекать, и, конечно же, будем делать классические. Вот таких формочках. Сейчас начнем подготовить нашу форму, друзья. Форму ягненка. Форму обязательно должны смазывать с двух сторон подсолнечным маслом. Хорошо должны смазывать с каждого угла, чтобы масло пошло. Вот так. Те ушки тоже вот здесь. Вот здесь вот эти ушки. Вообще, можно закрыть форму и так покрутить масло внутри. Сюда засыпаем муку. Вот так. И хорошо стряхиваем. Вот так выглядит форма, друзья. Тут лишнюю муку сейчас я уберу. Друзья, формы подготовились. Форму намазали маслом и мукой. Сейчас перенесем наше тесто, которое у нас получилось. Тесто должны выкладывать в ту сторону, где лицо. Тесто как раз приятелем по каждому уголку. Добавляем сюда еще. Не хватает. И самое главное, друзья, голова. Голова парашки. Ягненка. Сюда, друзья, сейчас смотрите, что я вам научу. Вот так тесто. И сухофрукт. У меня еще нужен такой кусочек сухофрукта длинный. Накрываем, друзья, формы. Теперь сейчас мы должны завязать ниткой или проволокой, чтобы во время выпекания не раскрылся. Это раз и два. Запекаем порошку, друзья, лицом вниз. Формы, друзья, маленькие, 200-граммовые. Вы можете взять чуть побольше. Если дрожжевое тесто, берем вот столько, к слову, наполовину берем. А если тесто у нас не дрожжевое творожное, не будет подниматься очень много, как дрожжевое тесто. Чуть больше зальем в формочке. Вообще намного удобнее будет, если взять кондитерский мешок большой. Тесто перенеси туда и кондитерским мешком заливать. Но у меня кондитерские мешки все для крема, маленькие. Поправляем в верхнюю сторону вот так. Это одна форма. Как понять, тесто в форме готово или нет? Берем вот так чуть-чуть теста и вот что-то замажем вот так. И от этого теста уже можно понять, внутри готово или нет. И во время выпекания, когда это тесто поменяет цвет, на тон светлее внутри будет. Так можно понять, в форме тесто готово или нет. Выпекаем под 180 градусов сперва. То включаем только вниз, потом вверх. Это зависит от вашей духовки. У всех разные. Я говорю так, как у меня. Куличи уже готовы. Выпекли, друзья. Третий час ночи. Мне кажется, нужно поставить лайк и подписаться на канал. И, мне кажется, открываем барашку. Это одна сторона. Это другая сторона. Идеально. Вот смотрите, что я говорю. На том светлее получается. Сейчас надо вот здесь освободить. Эти все места освободить, освободить. Чтобы смогли с формы достать. Освободить. Голову освободить чуть-чуть. Ушки. Главное не испортить. А то у нас без ушей получится игенок. Толматильность у нас получилась. Друзья, посмотрите, такое ни разу на них было. От духовки зависит, понимаете. Одновременно я запекал. Духовки и простые. И вот это, чтобы время сэкономить. И мне пришлось сперва включить вниз, потом вверх. Внизу спинка получилась с загаром. Сейчас сделаем бантик, друзья, на барашку. Вот так выглядит, друзья, готовые куличи. Начнем пробовать. Ягненок будет украшать пасхальный стол. Еще раз повторюсь, что рецепт дрожжевого кулича на моем канале есть. Можете наверху переходить и посмотреть. Рецепт хороший, но готовится несколько часов. А этот рецепт очень быстрый, его очень легко приготовить. Там я готовлю еще и крафин тоже. Делаю разные узоры, глазури. Распорежем пополам. Пока раскрою, скажу, должно быть воздушным. Слегка мокрым тесто. Цвет тоже такой яркий цвет имеет. Потому что к куркуму добавили чуть-чуть. Вкусивая куркума, мы не почувствуем. Ммм. Очень вкусно. Все, друзья, конец ролика. Кто досмотрел до этого момента, значит, вам ролик понравился. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Сегодня я готовил творожные куличи. Рецепт очень легкий. Приготовление можете дома приготовить. До новых встреч. С вами был я, Карен. Канал Ароматы Кавказа. Субтитры сделал DimaTorzok